Здарова, привет! Нежданно, негаданно, Валера выпускает четвертую капусту. Четвертую капусту? Только-только вчера была третья, тут уже четвертая. Или позвчера была. Что случилось, не понимаю. Не понимаю. Погнали смотреть. Итак, всем привет, снова капуста. В прошлых сериях мы достали оленя из нее. Нам писали в комментариях, что мы все забыли. Что там было по сюжету освобождение, нужно было духов разных освободить. Один из них был дух оленя. Ну. И потом я только вспомнила, что я в прошлой серии что-то у тебя думала, какой олень, что происходит, я забыла, я, блин, забыла. Там был концерт, из которого меня сперли, кстати, вот он. А еще был классный костюм у Валеры. Олей! Да. Нам решили просто оболнительно наполнить, да? Да. Что было? Блин, просто песня такая крутая, что ее грех не вставить второй раз, понимаешь? Зря делаешь? Ну. А, ты куда певка? А первую часть этого не было? Не было. Не было, не было. Конечно, он красив, конечно, он актив. И сегодня писать, ладинок, и тогда ря-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Караоке. Он красив. Помнишь, там же было что? Там же он все забыл, скипнулся назад, и мамка его везла в школу. А так, а теперь он здесь появился. Возле Кракена. Привет, жопа. А, вот что воняет. Поздравляю с успешным завершением первой миссии. Следующий дух Руза, покровительница худ кружка. Я заметил, что Паттица, самая одаренная ученица в кружке, утратила душевное равновесие. Узнай, что ее тревожит, и вернее, и спокойствие. Так, стоп, Паттица, это же... Паттица, это... Ну, ее же не... Паттица, это же Мопс! В смысле? Это самая талантливая участница худ кружка. Ага. Ну, если капуста... А, все остальные еще тупее. Походу, там все еще хуже. Серьезно? Это же собака на себе написала... А, она даже с ресничками. Она на себе написала... Нет, я как бы люблю собак, и всегда готов спасти несколько миров. Ну, здорово, барыга. Мне нужна карта худ кружка. Че так дорого? 2000 шлатинок. Записывайтесь на тренинги. Приходи, еще, а то хуже будет. Видишь, как полезно давать бутылки? Помню, где богатство зары, да? Просто не буду обвинивать бутылки, а сразу тебе их засовывать. Итак, теперь я могу пройти в худ кружок, найти самого умного пса. Какие же там достойные ученики, что мопс у них самый умный. Худ кружок. Нет, блин, жир квадрат. Где? Здесь собаку искать? Здрасте, а вы кто? О, это же боброс! Это боброс! А, боброс. Урок вот-вот начнется. Да. В нашем царстве творческих идей тебе всегда будут рады. Спасите. Всем привет. Вон она, вон она. Поприветствуйте нашего гостя. А с какой стати? Что он тут делает? Я плачу деньги, чтобы здесь учиться. Пусть тоже платят. Я как бы купил пропуск. Собака раздраженно гавкает. Класс, топ. То есть она даже не говорит. Сика, нам валено новенького. Подойди, не стесняйся. Как тебя зовут? Жопошник называет свое имя. Какое красивое имя. Очень красивое имя. Слышишь, даже не пытается меня кадрить. Нет. У меня есть брокколися. Золотые мои, послушайте. Вы помните, что в среду у нас важный день? Мы проводим выставку, на которой вы покажете свои шедевры всей школе. Попочник, ты тоже участвуешь? Но я не художник. Стоп, попочник? Художником может стать каждый. Просто ты немножко отстаешь по развитию. От чего? От этого? Приходи к нам на помощь. Ночные занятия. Возьми эту мантию. Приходи строго в ней. Мантия сектанта? Вы чего по... А что они вообще делают в кружке? У меня вопрос. Они, наверное, чем другим занимаются. Они не рисуют. И походу, поэтому они самые талантливые. Это попочник. Как это там? Пятница. Поехали. У меня вопросов много. Почему ночные? Почему ночные? Чем вы там занимаетесь? Ты зарекантовал? Понял, да? Мы зовем Панина и устраиваем генбеньк. Я не хочу в этом участвовать. Я должен помочь патиться. Почему я что-то должен кому-то? Ничего я никому не должен. Собака менянчится сейчас. Я художник, я так вижу. Опачки! Петровна, ну ёптвою. Снова пьяная, напилась там. Мы отправляемся на дополнительные занятия по рисованию. Что-то я не уверен, что мы там рисовать будем. Всем привет, я на продленку. Для цветов. Опа! Да, видишь, сектант. Чей достаточно. О, смотрите, кто пришел. Теперь ты принадлежишь ордену Пурпурной Луны, брат мой. Тут еще и котел где-то. А я вроде как пришел. Они, походу, эту патницу будут варить там в котле. Рисованию. Ну, эээ, рисовать мы тоже будем. Но сначала нужно решить, какого демона мы сегодня будем. А, да? Пьяного ёжика. Понял. Ну, я пойду. Матерного гномика. Путылки сдать надо вот эту. Ладно, понял. А какого демона мы вызовем, пусть решение примет наш новенький. Все согласны? Я могу голосовать? Нет. Какого цвета получится краска, такой демон к нам и я? Просто свет выбираешь и все? Снигу читать надо какую-то с рецептами или а? Я вызываю что-то или готовлю? Что за? Может меня обманывают? Я им сейчас буду еду готовить. Типа они такие, да демонология. Давай, давай. Шаг первый. Вскипятите воду. Слышала? Вскипятись давай. Добавьте гриб сейчас в темноте. Этот светится. Готово. Добавьте гриб, который сильно пахнет пиццей. Пахнет жиром. Пойдет. По-моему, мне кажется, там будет не демон. Добавьте гриб, шляпка которого по форме напоминает Nissan Micro 94. Что? Что? Это он. Это определено. Ой, точно. Да, реально. Чтобы его найти, нужно загуглить. Это прям очень сложно. Оно похоже на машинку чуть-чуть. Такую в БПМ, до которой эти зеркала торчат. На он. Шаг пятый. Ягоды по вкусу. Синюю. Еще синюю ягоды. Ну, вроде готово. Что я вообще приготовил? Да демонология, демонология. А теперь зажги свечи и самая важная ритуальная картина. Так, а что рисовать-то? Все, что придет в голову. Какая чудесная картина. Да прям лучше всех. Пойдет, в смысле. Помойку. Начнем наш ритуал призыва. Поемся вместе, как репетировали. Ха-ха-ха. Типичный для тебя, ну, кто? Что со мной? А-а-а. Нормальный, хороший репертуар, на самом деле. Это как мы с тобой, как-то помнишь, прогуливались еще летом, когда студенты стали зажать в общагу. Твои слова, ландица. Так не годится. Чего? Ну, мы тут проводили ритуал призыва демона. А как так получилось, что мы вызывали демона, а вызвалась проститутка? Как за себя? Не выбрасывай эту картину. Теперь у меня есть что показать на выставке, она вроде как в среду. А угадай, кто идет на выставку. О, а что это мы в таком костюме привлекательном? Вот так вот сзади подходим к Владиславу. Очень интересный подсказ. Ну, Владислав просто... Нет, очень интересный костюм. Я. А в Владиславе, впрочем, песенки пели, что он актив. А походу нет. Получай, помойка, вот такой я сильный. Кстати. Каким-то образом этот костюм делает того, кто его наденет сильнее? Ого. О, нычка какая. Эй, брат, у меня для тебя важное задание. Не, ну, а как иначе? Есть у кого-нибудь? Подожди, это автомат по сдаче бутылок с ним разговаривал. Или это стиральная машина? Нет, это автомат по сдаче бутылка нарисована, видишь? Под кефира какого-то. Чтобы не было задания. Я ветеран боевых действий. Я бы выполнил его сам, но у меня нет ног. Ну, на, бери. Лучше тениться в ней. Мы, фантоматы, работаем круглые сутки без выходных. И осталось только одно. Это не нога. Революция. Передай это моим братьям и сестрам. Бунт ехе. Да здравствует, революция. Бунтующий кошелек дожили. Ну-ка. Вы вставляете диск привод. Обновление за... Откуда фантоматит дисковод? Он же просто собирает бутылки. Ааа, окей. Где-то есть. Они вообще говорящие. Дырочка круглая, можно диск вставить тоже. Только не вот так, а вот так, да? Так, да. Хорошо. Да здравствует, революция. Ай, теперь я не могу им пользоваться. Кто? Я теперь не могу бутылки сдавать. Зачем ты ему помогал? Не понял. Все, епта. Никакого бунта. Бунт отменяется. Здорово, не подскажешь, если с выставкой проходит? Я не понимаю, почему тут все такие нищие? Они что, не знают, что можно зарабатывать больше? Хм. Может быть, ты потанцуешь с моей гилдой? Что-то, походу, бунт не отменяется. Я нашел выставку. Наконец-то ты пришел. Давай свою картину. Я сейчас же повешу твою картину на самом видном месте. Входи же. Блин, как же я нервничаю. А когда я нервничаю, мне очень хочется писать. А что за проблемы у моего героя? Какие-то вещи там... Подойди ко мне. О, снова, снова в столчке. Вот опять. Серьезно, других мест нет? Привет, жопа. А тебе в кайф это или... Конечно нет. Просто складывается ощущение, что просто проследи, чтобы выставка прошла гладко для патицы. Но писать все-таки хочется. Пошел. Пись на него. Есть кого интересует, я не поссал. Приветствую всех, кто сегодня с нами. А где патица? Херняжа, жопашник. Отстань. Мы собрались здесь, чтобы полюбоваться восхитительными работами учеников фудкушка. И начнем с проекта Анны. Это что? Херняжа. Волно. Репродукт створения Адама Микеланджела. Кто там хлопает? А, теперь давайте взглянем, что... Все, я поняла, да, как выглядит репродукция. Еле поняла. Подготовились Станислав и Николай. Это что? Человек с помпушками. Е-е-е, с помпонами. Концерт нашего крутого супергероя. О, чудесно. Автор следующей работы жопашник. Ученик не из нашего кружка. А ты такое нарисовал? Да. Только взгляните, как он мастерски описал свою первую картину. Но соска нереалка. Восьмое чудо света. Итак, последняя работа, творение нашей самой талантливой художницы. Патницы. Великолепной патицы. Патицы. Какого, типа, краска разлила, да? Не знаю. Там рядом патица была. Кто-то испортил шедевр патицы. Или этой патицей нарисовали. Может быть, это был сектанский какой-то призыв. Ее там раздавили. Или ее кровищей. О, не было она рядом, где стоит. Вон она, вон она стоит. Кто это сделал? Не хочу никого обвинять, но она всегда заедала патица. Что? Я ничего не... Так, все заткнулись. Нафиг. Мы проведем расследование. До тех пор никто не покидает это здание. Приготовить свои алиби. Кост один. Все, Константин, только не совсем. И свои отмазки, в общем, не в микрофон. Сейчас будут все озвучивать. Начнем с тебя. Мне нужны показания. Расскажи мне все, что ты видела. Ага, 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 все. Да, га, га. Самая талантливая. Очень интересно, но бесполезно. Теперь ты. Ты недолюбливаешь патицу так? А это тут при чем? Это не значит, что картину испортила я. Вот как картина выглядела изначально. Так, так. Неплохо. Тоже мне шедевр. И что мне с этой картиной? А зачем нам с кем-то болтать, когда есть камера? Сейчас посмотрим. Опа. Сюда. Пингвин-детектив начинает расследование, но ничего не понял. Начинает, но не понял. Так как посмотреть запись-то? Обвинение готово. Защита тоже готова. А кто будет судьей? Патица. Патица? Блин. Дед, который там в толчке ползал. Я судья Кэрол. Этот дед судья, серьезно? Что никто ничего не хочет сказать? Тишина в зале суда. Бомжа. Туда. Обвинение приглашает Анну. Это он какой-то слизко репкой, что ли, стучал или что? С яичком. Надеюсь, не своим. Ваша честь, взгляните на это. Ого. А куда смотреть-то, не понимаю. Здесь видно, что он зажегся, а она была в другом месте. Вот как было, да? Опа. Именно. Чувак. Хорошо, что он стоит. Кто стоит? Он. Кто он? Вот зеленый. Кастадин? Не знаю. Она потом отошла подальше. А это ведь ты выключила свет, признайся. А? Я? Ну? И что с того? Его? Николай охуевает. Он все-таки махает. Не Анна, докажи ее невиновность. А, мне нужно защищать Анну. Че я делаю, блядь? Не только Анна сдвинулась с места, пока свет был выключен. Кто еще? Констадин. Николай. А, ты что говорил в зеленом костюме, ты тоже на него подумал сразу? Хуевает. Да завязывай охать. Почему? Это же настоящий спектакль. Лично я проникся. Я сдвинулся, потому что я включил свет. Но у меня есть кое-что получше. Ваша честь, взгляните на эту улику. Шо это? Эти металлические инструменты используют скульпторы. И только Анна скульптор. Анну трясет. И что? Да, я это сделала, потому что хотела. Ясно вам. Я хотел уничтожить посреди... Так она призналась, да. ...мазню тупой патицы. Я выключила свет, чтобы изрезать картину на космос. Зачем ты призналась, как бы? Не знаю. Николай. А почему вы защищали преступника вообще? Тишина в зале суда, ёбаный насрать. Хуях, ананасом. Картина ведь не изрезана, она же залита красной краской. Ну да. Потому что у нее ничего не вышло. Я споткнулась сапатицу и выронила инструменты. Ну а потом зажегся светом. Кто-то еще изуродовал картину. Она хотела быть как преступник, но не получилось. Расследование. Кто же тогда испортил картину? Картину испортила не Анна, виновник этого преступления. Сам выбирает. Сам выбирает. Да, кого-нибудь, вини кого-нибудь. Давай патицу выберем. Красной краской, давай. Нет, подожди. Красной краской, собаку-то... Намазана на беретике! Патится, сраная. Сама она засрала свою картину, чтобы подставить Анну. Да. Потому что она никогда не любила Анну. Николай охуевает. Пострадавшая, можешь что-то объяснить? Гав-гав. Ты уничтожила собственную картину, а она начинает плакать. Неправда, никакая ты не бездарность. Ага, то есть он ее понимает? Все мы понимаем, что заслуживаем успеха, которого достигли. Не все твои творения должны быть шедеврами. Мы всех в кружке тебя любим. Обнимаемся! Происходит массовое обнимание с собакой, на которую я не приглашен. Очень жаль. Снова Кракена. Дух. Рузу. Ты можешь объяснить мне, что происходит? Нет. Я могу так. Что, снова? Снова! Короче, у Валеры есть бездонное, непаханное поле, короче, для творчества. Потому что он может выполнять каждую одну миссию и пилить потом по поводу ролик, между прочим. А неизвестно, сколько там миссий. А в том-то и дело, что я не помню, сколько там этих духов надо всех освободить. И не факт, что на этом вообще вся игра закончится. Но вы говорили, что она супер-попер-длинная, поэтому... А, кто-то говорит, что не супер-длинная. Да? Да, кто-то очень быстро проходит. Я не знаю. А вот здесь вот так вы догадаетесь. Нам тоже говорили, что доки-доки очень быстро проходятся. Очень быстро проходятся доки-доки. Не надо. У всех он проходится индивидуально. В общем, будем дальше следить за развитием отношений Валеры и Брокколисян. А, возможно, Владислава, конечно, кого он выберет. Может быть, и Пятицы. А, может, и Пятицы. Нет, Пятицы, я думаю, это был такой проходной персонаж. Можно как бы и Пятицы попятиц. Ну, можно, все важно. Короче, ладно. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.